всем всем привет я очень рада вас видеть на своем канале и я счастлива что я наконец-то могу вам рассказать про свой вечерний уход за лицом потому что я знаю что очень-очень многие ждут этого видео мой голос я немножечко простыла но это меня не останавливает чтобы снять новое видео для вас ну что давайте я вам расскажу поэтапно что зачем сразу объясню почему я это видео начинаю вот в данном формате потому что мне хочется затронуть тему специального ухода за лицом после 25 лет конкретно в моем случае мне задавали этот вопрос какие косметологические процедуры могу посоветовать что-то для оживления для ободрения кожи так вот одно из того что вам могу посоветовать это является колос это является инъекционный препарат но это не биоревитализант на основе гиалуроновой кислоты это не филлер и это такой препарат который рассасывается в течение 6 месяцев но при этом сохраняется его эффект потому что он очень широко используется в косметологию он используется для устранения рубцов шрамов следов по стакне мне очень нравится то что он оживляет кожу он делает ее более напитанной более упругой более красивой здоровой на вид и мне нравится то что он способствует выработке собственного коллагена то есть спустя 6 месяцев не будет такого что опус новая кожа стала какой-то более дряблой да либо появились морщины мы знаем что коллаген не усваивается на уровне кремов он вводится внутри кожная и заполняет пустоты неровности на коже да то есть это могут быть морщинки это могут быть рубцы следы по стакне колос гель он применяется и в хирургии и в данном случае это понятное дело решение косметических проблем его можно колоть и лицо и шею и руки и ноги и грудь в общем те зоны которые вам необходимо восстановить если мы говорим конкретно про лицо то этот колод гель он может применяться даже на области вокруг глаз для меня это достаточно проблемная зона потому что у меня здесь очень очень тонкая кожа но филлеры как бы использовать не хочется обычно надо 47 процедур после того как вы проводите консультацию со специалистом в области использования колос геля потому что на нем работают именно те специалисты которые сертифицированы и список клиник специалистов вы можете найти у них на сайте я оставлю обязательно ссылочку вы там просто вводите свой город и увидите где можно провести эту процедуру вам специалист проводит аллергопробу и назначает уже количество курсов которая подходит для решения вашей конкретно проблемы после использования геля колост те кто пробовал уже его да если вы кстати пробовали тоже пишите в комментариях замечают то что кожа становится более упругой более разглаженной и этот эффект несмотря на то что он выводится до из кожи за 6 месяцев но эффекты заполнения ямок шрамов каких-то остается потому что данный гель провоцирует именно выработку собственного коллагена вот так я вкратце постаралась вам здесь рассказать потому что я общее видео об уходе за лицом не снимаю я снимаю вечерний и дневной до уход и утренний ход я уже сняла обязательно тоже оставлю ссылку под этим видео и надеюсь что я ответила на ваш вопрос ну а теперь давайте перейдем собственно к самому уходу за лицом что для меня вечерний уход за лицом означает это конечно же в первую очередь снятие макияжа у меня конечно было огромное количество и молочкой гели и те что смывается водой те что пенятся не пенится но для меня самая комфортная текстура это мицеллярная вода я люблю гарнир за то что она бюджетная за то что она достаточно экономично используется я никогда не советую мицеллярную водичку использовать в качестве тоника у меня например всегда есть под рукой другой тоник который можно оставлять на коже потому что сами понимаете если мицеллярная водичка она снимает макияж соответственно ну грубо говоря она разъедает этот макияж и за пару секунд у вас его просто нет зачем это смесь оставлять на коже на целую ночь нельзя так делать и я никогда этого не рекомендую лучше возьмите простой какой-то обычный тоник но опять же вот для меня процедура тонизирования тоже важно и я вижу эффекты когда я не использую тоник и когда использую когда использую кожа более свежая более увлажненная и как будто крем проникает глубже да но это вот чисто мои поверхностные такие ощущения если мы не заходим там в теорию я вам говорю конкретно про свою практику но детальнее уже давайте я вам сейчас покажу итак с чего же начинается мой вечерний уход за лицом конечно же с демакияжа для этого я использую мицеллярную водичку от гарниер мои самые любимые это биодермы на первом месте гарниер и лореаль также мне нравится из того что я могу посоветовать снимаю я макияж по массажным линиям в принципе как и все дальнейшие процедуры умывания и нанесения кремов тоников и так далее моя вечная спутница в умывании это конечно же фарео луна мини щёточка самая новая их версия сначала я снимаю остатки макияжа при помощи более мягкой стороны щёточки и потом как вы видели я переворачиваю и вторая сторона предназначена для более глубокой очистки пор два-три раза в неделю я люблю использовать скрабы маски но в этот раз я не стала использовать скраб потому что у меня были некоторые высыпания на лицо и в этот период не рекомендуется использовать какие-либо механические скрабы а пилинга у меня не было под рукой я взяла маску от виши противовоспалительную очищающую глиняную которую наношу на лицо на 5-10 минут и по прошествии этого времени я снимаю конечно же водичкой тепленькой маску с лица но обязательно при помощи спонжа для меня это самый удобный самый быстрый способ как видите ничего не надо тереть то есть очень все быстро снимается особенно вот такие достаточно тяжело смываемые глиняные маски важный процесс тонизирования я вообще этот этап в уходе за лицом очень люблю мне кажется лицо более свеженьким становится ухоженным это у меня самый обычный самый дешевый тоник но очень классный советую а вот на крем для кожи вокруг глаз я все-таки считаю что стоит потратиться и купить более дорогой более качественный потому что здесь такая нежная область за которой требуется специальный уход конкретно этот гель мне очень понравился он и хорошо увлажняет он действует против темных кругов под глазами борется с усталостью и против первых морщинок дальше я выбираю что же мне использовать масло от эры либо крем модели для лица но выбрала в итоге все-таки масло я стараюсь тоже им пользоваться где-то два-три раза в неделю и мне хватает трех нажатий для лица и два нажатия на салфетку для шеи стараюсь всегда сделать хотя бы легенький массаж курсами я также на ночь использую отбеливающие салфетки про вот такие я уже как-то рассказывала очень нравится мне и теперь конечно же на воспаление на высыпание я использую специальный крем Эфоклар от Эль Рошпозе мне нравится то как он подсушивает но действует он не моментально конечно же бальзам для губ наношу для увлажнения и питания на ночь и на этом все увидимся в новых видео пока пока